Доброе утро, Никита Тимофеевич! Эта платформа является востребованным ресурсом для компаний-переработчиков. Отмечу его высокое качество и заинтересованность в дальнейшей переработке. Из вторсырья, собираемого фундаментами, например, из пэт-бутылки, в дальнейшем переработчики делают флекс-гранулу, которая становится новыми материалами и используется в одежде и в нашей жизни. Сбор и утилизация алюминия, пластика – дело хорошее, социально полезное, привлекательное. Однако, насколько это коммерчески эффективно? Пластика и алюминия являются ценным ресурсом у переработчиков. Мы с радостью продаем все собранное торсырье на дальнейшую переработку. Также есть программы по привлечению бренд-партнеров, которые помогают нам компенсировать затраты на создание инфраструктуры. Социальная составляющая реализуется за счет компенсации сдачи бутылок баллами в нашей бонусной программе. Понятно, что почти любой процесс можно довести до прибыльности, резко снизив операционные затраты и увеличив мощность производства. На вашем примере, как при таком количестве сбора пластика достигается точка безубыточности? Отличный вопрос как раз к проекту в городе Сосновоборск, Красноярский край. Город с населением около 40 тысяч человек, в котором прошлой осенью мы запустили проект под названием «Самый чистый город». В рамках проекта мы установили 20 фундаматов и боксов для приема текстиля, сделав эту инфраструктуру доступной каждому жителю. Отличие к платформе заключается в том, что мы готовы инвестировать в длинные проекты, создавая инфраструктуру, не дожидаясь результатов в моменте или завтра. Мы готовы работать как с государством, так и с локальными партнерами. Не все виды пластика можно переработать. Это связано с техническим устройством автоматов или с требованиями перерабатывающих заводов? Мы отталкиваемся от наиболее объемных фракций в общем потоке вторсырья. Пластиковые бутылки, алюминиевые банки занимают большую долю этого потока. Это процесс, который можно автоматизировать, в отличие от приема трубочек или стаканчиков из-под пластика. Поэтому мы с командой решили сфокусироваться именно на двух этих фракциях, конечно, думая об включении новых фракций в дальнейшем. Очень важно заинтересовать конечного пользователя принести свою бутылку в ваш автомат, а не выкинуть ее в ближайшие кусты. Какую программу лояльности вы используете? Мы придумали свою программу лояльности для мотивации пользователя сдавать тару именно в фундамат. Так, пользователь, сдав бутылку или банку в фундамат, получает эко-бонус, который в дальнейшем может поменять на предложение партнеров в нашем мобильном приложении. Ваш опыт можно масштабировать в другие регионы? Готовы ли вы оказывать содействие таким начинаниям? Да, действительно. Наши фундаматы установлены более чем в 60 регионах нашей страны. Общее количество перешагнуло за 600 штук. За 4 года работы проекта было собрано более 45 миллионов бутылок и банок, что эквивалентно сокращению 6,5 миллионов килограмм выбросов СО2. Это прекрасные показатели. Я правильно понимаю, что местные органы власти должны оказывать значительную помощь в развитии такого бизнеса? Да, все верно. Мы работаем с целым рядом партнеров, в том числе и с государственными структурами, органами, готовы запускать проекты, подобные Сосново-Борску в других регионах нашей страны. Какую поддержку могут оказать некоммерческие природоохранные организации и фонды? В нашей компании мы также много внимания уделяем теме просвещения об экологии и защите окружающей среды. Я считаю, что может получиться совместный проект в разделе экопросвещения. Мы в этом очень заинтересованы. Спасибо, Никита. У нас в гостях был Никита Беляев, коммерческий директор компании-производителя фондоматов. Благотворительный фонд «Возрождение природы» занимается поддержкой и реализацией проектов по сохранению биоразнообразия России. В частности, у нас есть проекты по сохранению дикого северного оленя, русской выхухоли, дровов, соколообразных, белого медведя, лошади приживальского, зубра европейского, цайгака, дзерена, аргали, амурского тигра, снежного барса, дальневосточного и преднеазиатского леопардов, стерхов, двух видов китов. Кроме того, фонд занимается экопросвещением, а также вопросами и проблемами, связанными с экологией. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю в утренней программе «Настроение». Берегите природу! Редактор субтитров А.Семкин